Доброго дня! Как показывает практика, потерять почти всегда легче, чем найти. Вот и сейчас, в нынешней ситуации, которая складывается на рынке практически любой отрасли, мы наблюдаем тотальное сокращение персонала. Но не означает ли это, что для тех, кто занимается рекрутингом, начинается горячая пора? Ведь сегодня ключевой вопрос при подборе кандидата – это не столько закрытие доступной позиции, сколько подбор работы для специалистов, которым она так необходима. У нас в гостях Татьяна Мельничук. Уже более 13 лет Татьяна подбирает IT-персонал, а 2,5 года назад основала собственное IT-рекрутинговое агентство Lucky Hunter. Их клиенты – это крупные IT-компании, которые ищут таланты со всего мира, а также небольшие, но перспективные стартапы. В мае 2019 года на базе агентства Татьяна реализовала IT-проект Zero2Hero. Он помогает стартапам запускать продукты быстрее и проще, благодаря разработке прототипов силами начинающих разработчиков. Вы служите SPB Tech Talks. Меня зовут Дмитрий Павловский. Добро пожаловать. Татьяна, начнем с краткого обзора отрасли. Что происходит в IT-индустрии? Может быть, есть компании, которые в нынешней обстановке переживают подъем? В IT-индустрии все очень даже хорошо. Конечно, есть компании, которые закрылись, либо приостановили свою деятельность. Это компании, которые были очень плотно связаны с оффлайном, который у нас сейчас пострадал. Ну, я, наверное, скажу какую-то банальность. Это, естественно, туристический сервис. Это вот наши все клиенты, которые были связаны с онлайн-торговлей билетами, туров. Вот все эти сервисы сейчас очень сложные времена переживают, ивент-индустрии. Но на смену этим компаниям стали процветать другие. Например, геймдев-отрасль прекрасно себя сейчас ощущает и активно развивается. Многие люди сидят дома и играют в игры, и с удовольствием за эти игры платят. Дополнительно сервисы по доставке еды, например, курьерские сервисы, онлайновые. Это все, что касается онлайна. Поэтому здесь все очень даже неплохо. Есть большое количество компаний, которые сейчас, несмотря на пандемию, активно развиваются. В IT-рекрутинге все не так радостно, как в IT-индустрии в целом. Потому что даже у тех компаний, которые сохранили свой уровень дохода в это кризисное время, у них есть опасения насчет будущего развития. Время сейчас турбулентное, и не очень понятно, что будет завтра. И если есть возможность не расширяться и не брать людей себе в штат, то компании, конечно, стопят подбор персонала до выяснения ситуации. Что касается востребованности специалистов. Да, востребованность найти специалистов, она все равно присутствует, и она достаточно высокая, и на каких-то узкопрофильных и крутых ребят спрос будет всегда. Но до пандемии IT-рекрутинг и вообще в целом рынок подбора IT-специалистов, это был рынок кандидата. Работодатели, они участвовали в гонке, кто первый, кто быстрее схватит этого лучшего разработчика и лучшего специалиста. Все-таки сейчас из-за того, что ряд компаний закрылась, появилось большое количество специалистов свободных на рынке. В связи с этим потихонечку все меняется, и у нас получается такой уже рынок работодателя. Опять и уже кандидаты, конечно, чувствуют себя не так свободно, как раньше. Почему сейчас компании не очень активно развиваются? Это связано с тем, что компании не очень понимают, как анбордить новых сотрудников на удаленке, как им рассказывать о проекте, как их вписывать в команду, как им передавать технику в конце концов, и как соблюдать все важные правила безопасности. Вот, IT-безопасности в первую очередь проектов. Поэтому это еще одна причина, почему большинство компаний, у которых все хорошо, которые не потеряли свою прибыль, почему они сейчас не развиваются и не берут персонал без острой необходимости. Я понял. То есть IT-специалисты остаются востребованными вопреки текущей нестабильности. А какие конкретно специальности популярны в IT? У вас какая-нибудь статистика есть своя? Буквально несколько дней назад мы опубликовали свою собственную статью на Хабре. Она называется «Каких IT-специалистов нанимают в экономический кризис и пандемию?». Мы провели достаточно большое исследование. Мы собирали данные о открытых вакансиях на разных джоб-порталах, таких как HeadHunter, LinkedIn, данные с телеграм-канала. И, конечно же, мы использовали свою собственную статистику агентства LuckyHunter. Мы оценивали количество обращений к нам в компанию на поиск IT-специалистов. Очень востребованные сейчас остаются Android-разработчики. Практически в два раза увеличился спрос на этих ребят. Абсолютное лидерство в этом рейтинге занимают голанг-программисты. Ребята сейчас очень востребованные, и индустрия им предлагает очень хорошие офферы. На третьем месте у нас находятся Python и Ruby on Rails девелоперы. И у нас стабильно востребованными остались C++, Java-разработчики, а также тестировщики. Эти ребята сейчас чувствуют в пандемии у себя комфортнее всего. Да, один мой знакомый тестировщик как раз уверенностью в завтрашнем дне со мной на днях и поделился. Но давайте переключим фокус на организационные моменты. Есть ли в компании кейсы, где какая-нибудь организация поменяла фокус и стала рассматривать специалистов на удаленку, хотя изначально предполагала, предположим, переезд? Ну или в таких случаях компания скорее остановит поезд? В связи с тем, что почти все наши клиенты перешли на вынужденную удаленку, они увидели или им пришлось увидеть, что жизнь на удаленке существует. И то, что компания может практически так же эффективно работать в удаленном режиме. Многие клиенты поменяли свое отношение к удаленке и действительно стали рассматривать кандидатов на постоянной основе, на удаленное сотрудничество. Но все-таки этот кейс достаточно редкий для нас. Более частый кейс это когда сейчас мы нанимаем людей на удаленку, но когда закончится пандемия, компания хотела бы, чтобы эти ребята релацировались в их город, либо начали ходить в офис. Это является обязательным условием при выставлении офера. Поэтому я бы не сказала, что сейчас бытует такое мнение или стопроцентная уверенность, что после пандемии все компании будут работать удаленно, или большинство компаний будут работать удаленно. Скорее всего, компании, которые были ярыми противниками удаленки, позволят своим сотрудникам частично работать в удаленном режиме. Угу, ну звучит довольно логично. А какие-нибудь еще примеры того, как IT-компании меняют процессы поиска, как они выкручиваются сейчас, они его усложняют или, может быть, наоборот, как-то упрощают? Я бы не сказала, что IT-компании как-то сильно выкручиваются и меняют процессы поиска персонала. Потому что в 90% случаев IT-компании и до пандемии нанимали удаленный персонал. И только на финальных этапах кандидата приглашали познакомиться с командой в офис, но если это релокация, то весь процесс наима персонала происходил удаленно. Немного сложнее протекали и протекают организационные моменты. Это как человеку передать технику, как его оформить, как его анбордить, как интегрировать в команду. Это достаточно сложная задачка для HR-отдела, для технического директора, для темреда. Поэтому вот момент перехода на удаленку и момент отсутствия возможности передвигаться по городу, чтобы передать технику и какие-то необходимые вещи для работы, вот скорее это очень сильно усложнило жизнь компания и HR-департамента. Так, хорошо, тогда перейдем к более прикладной информации. Есть какие-то идеи или планы, как можно прокачать свою компанию прямо сейчас, чтобы не оказаться в списке тех, кто уже близок к закрытию? У меня есть миллион планов и идей, как я могу прокачать свою компанию, и пока все мои идеи работают. Во-первых, я считаю, что на рынке останется только самый смелый, ловкий и умелый, и бесстрашный бизнес, который не боится рисковать, и который использует какие-то другие механики продажи своей услуги, ну, другие я имею в виду легальные механики, конечно же, продажи своей услуги или товара. Потому что все, что было до пандемии, сейчас не работает. К слову, два последних месяца в моей компании оказались одними из самых успешными за трехлетнюю историю существования команды. Почему? Потому что мы работали как вне себя. Мы не знали и сна, и отдыха. То есть мы понимали, что для того, чтобы оставаться на рынке, то нужно просто трудиться на износ и показывать, что мы действительно самые лучшие. Моя компания называется Lucky Hunter, а девиз нашей компании – то, что мы везунчики в мире рекрутинга. Но я люблю повторять для своей команды, что чем больше мы работаем, тем больше нам везет. Поэтому моя главная стратегия – это work hard и максимально не ныть. Так, все, запомнили. Work hard, stay lucky. Ну и напоследок тогда наш традиционный вопрос. Вот оно будущее, оно прибыло вокруг нас, вот оно сейчас находится. Что мы можем сделать уже сегодня, чтобы снизить последствия кризиса? Первое, что хотелось бы всем посоветовать, чтобы скорее пришло понимание, что из этого кризиса придется выбираться самостоятельно за счет своей тяжелой работы, физического, труда, эмоционального и морального. И на это нужно настроиться. Во-вторых, хотелось бы сказать, что мы все в одной лодке. Не получится так, что во всех сферах экономический коллапс, а в какой-то одной сфере, например, IT, все хорошо. Спад будет повсеместный. Для того, чтобы люди могли платить за приложение разработчикам этого самого приложения, у них как минимум должны быть деньги в кармане. Как мы можем поддержать малый бизнес? Мы можем делать достаточно простые вещи, которые поддержат бизнес больше, чем нам кажется. Например, покупая кофе в пекарне около дома или заказывая еду в ресторане, мы не только поддерживаем какую-то отдельную компанию, мы помогаем всей экономике. То есть продолжают работать компании по перевозке, курьерские службы, банки. Одна, казалось бы, незначительная покупка, она приводит сложный механический, механический, экономический механизм в движение. И дает работу людям и обеспечивает работу в компании. Поэтому давайте будем стараться выбираться из этого кризиса, думая не только о себе, но и о других людях. Мы будем много работать и обязательно у нас все получится. Я желаю всем большой удачи!